В Центре творчества детей и юношества прошел слет местного отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Гостей слета на входе здания приветствовали юноармейцы и поздравляли со второй годовщиной юноармейского движения в Новошахтинске. За это время сделано немало. Сегодня число юноармейцев достигло 500 человек. В каждой школе есть свой юноармейский отряд. Для мальчишек и девчонок это школа будущего, где воспитывается настоящий характер, смелость, целеустремленность, патриотизм и воля к победе. Дорогие ребята, вы – будущее нашей страны, поколение новость современной России. Сегодня движение «Юнармия» объединило 899 юношей и девушек нашего города, настоящих патриотов нашей Родины. Вы – та сила, которая продолжит делать нашу Россию сильной и свободной страной. Движение «Юнармия» стало стартовой площадкой для достижения самых важных ваших побед по разным направлениям. Слеты, олимпиады соревнования, экспедиции, вахты памяти, встречи с ветеранами, парад победы – вы, юнармейцы, принимаете участие во всех значимых событиях. Почетный гость слета – начальник Ростовского регионального отделения Всероссийско-общественного движения «Юнармия» Николай Николаевич Пономаренко. По итогам 2022 года местное отделение «Юнармии» города Новошахтинска заняло первое место в Ростовской области. Почетную награду за первое место получает начальник управления образования города Новошахтинска Татьяна Петровна Бахтинова. Благодарственным письмом заместителя губернатора Ростовской области Артема Хохлова награждается руководитель юнормейских отрядов школ города. Приказом начальника главного штаба Всероссийского движения «Юнармия» юнармейцы Вероника Межирицкая, Кирилл Федулов и Юлия Гулевская награждены знаком юнормейской доблести третьей степени. Деятельность многих юнормейцев нашего города была высоко оценена в правительстве Ростовской области. Благодарственными письмами заместителя губернатора Артема Хохлова за высокий личный вклад в развитие патриотических ценностей награждаются лучшие юнормейцы города. В этом году у нас поступает порядка 20 человек в высшие военные учебные заведения. И надеюсь, здесь сидящие вы продолжите славную традицию нашего города идти и защищать нашу Родину в любой обстановке. Вы знаете слова великого царя, когда он сказал, что есть в России два союзника армии и флот. Так случилось, что спустя десятилетия над нашей отчизной вновь сгущаются тучи зла, ненависти и коварства врагов. Россия вновь обнажила свой меч справедливости и призвала своих сынов и дочерей встать на защиту свободы и независимости государства. Сегодняшние поколения наших земляков достойно отстаивают рубежи страны. Они сегодня там, на передовой, где решается судьба каждого из нас. В каждом городе есть свои герои, участники спецоперации на Украине. И именно на их подвигах мы воспитываемся. В соответствии с решением штаба Ростовского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Юнармия», юнармейскому отряду «Пламя» школы номер 28 присваивается почетное имя кавалера Ордена Мужества сержанта Сергея Шевченко. А это церемония крепления знаменной ленты имени кавалера Ордена Мужества сержанта Сергея Шевченко к знамени юнармейского отряда «Пламя». Родителям Сергея вручаются дубликат Ордена Мужества и сертификат о присвоении юнармейскому отряду имени их сына. Минутой молчания почтили участники слета память героев спецоперации, отдавших свою жизнь за победу. Участники юнармейского слета возложили цветы к вечному огню на Аллее Славы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова